Украинцы 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 С дороги добра не зійти вже нигде, То дай на всевижний сердця не схолоть, Ні того в огню, що добра не веде. Дай на всевижний розум и волю, С дороги добра не зійти вже нигде, То дай на всевижний сердця не схолоть, Ні того в огню, що добра не веде. Субтитры делал DimaTorzok 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 На горе привіду И ласки у сонця у зіро продать И в слезі їх ясним себе показать И доли шухать Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Я сейчас зачитаю наше обращение к президенту Добавил DimaTorzok Протягом останніх більш ніж 10 років Малий та середній бізнес Добавил DimaTorzok Попри перемоги нової влади Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Все предпринимательские средства города Киева Перепорвали, что уже давно Назрели изменения в политике государственной Что до реальных, а не декларативных кроков Для развития малого и среднего предпринимательства Такие изменения Целковито відповидают европейскому Геополитическому выбору Украины Международно визнанным стандартам Поддержки развития малого и среднего бизнеса В приятном к створению Новых рабочих мест Появи новых джерел Наповнення муниципальних бюджетів Украинских мест Але на данный час Найбільш преоритетным завданием Підприниматели облачают Зупинение губной политики столичной лавы Зи знищением малого и среднего предпринимательства У цьому связку Звертаю на вас, господин Киеве. Усирт в галузах, а звільнити голову Киевской и Державной администрации Виталия Кличка и Зайроны посадок. Ребята, а что микрофон? Так слышно ли? Раз, раз. Извините. Я еще раз начитаю основное требование, с которым мы обращаемся к президенту. Накласти мораторий на прийняття рішень Киевской и Державной администрации с вопросом малого и среднего бизнеса до начала каденции новообрелой Киевской и Министерской Рады. Сделать комплексный аудит стал справ в Киеве. По всех галузах, а звольнити голову Киевской и Державной администрации Виталия Кличка и Зайроны посадок. З метою обговорения наиболее актуальных вопросов малого и среднего бизнеса в Киеве. Простого вашей згоди, пане Президенте, на проведення вашей згодищи з группою уповноважених підприємницьких середовищем в столице лидерів громадської думки, таких як Меженіна Тетяна Миколаевна, голова Асоціації ринків Киева, Артур Александрович, голова традиционного комитету громадських рад при державных адміністрациях, Петренко Тетяна Стрягівна, голова ГО Киевский комитет по рятунку бізнесу, Салон Керман, представитель ГО «Гарпатянський корпус». Тетяна Миколаевна, голова ГО «Гарпатянський корпус» У застройщика, который занимается сегодня рейдерством, он отбирает землю у застройщика, который законным образом получил ее, платил за аренду, разработал проект и хотел строить жилой комплекс, достаточно большой. Люди поверили этому застройщику, который 27 лет строил дома, и не было ни одного случая, чтобы он не сдал эти дома в эксплуатацию. Но сегодня у нас мэр Кличко, можно микрофон включить? Раз. Мэр Кличко занимается тем, что просто тупо зарабатывает на нас. Мы с вами просто работаем, платим налоги, нанимаем этих госчиновников на эти должности, чтобы они выполняли работу для нас, делали нашу жизнь лучше. Но что мы видим? Что госчиновники в лице Кличка пришли к власти для того, чтобы просто набивать себе карманы. Мы уже отбиваем пороги больше года. Проводили акции под КМД. Приходило 500 человек под КМД. Кличко ни разу не вышел к людям. Это общественность, которая его выбирала на эту должность. Он нанял активистов, которые себя меняют экопарком и делают все возможное, чтобы застройку остановить, ломали заборы, жгли технику. Это все за наши деньги. Сегодня, благодаря Кличку и включенному админресурсу, суд забрал у застройщика разрешение на строительство. У меня вопрос, как так, что вчера КМД дала все документы, выделила землю целевым назначением на жилое строительство, архитектура разработала и приняла этот проект, что будет действительно на этой земле строиться жилой массив. ДАБИ утвердила и выдала разрешение на строительство. То есть все сделал предприниматель, застройщик по закону, и только после этого начал привлекать инвесторов, инвестиции в застройку. И начали кошмарить этого застройщика. Скажите, в какой стране это возможно? Вместо того, чтобы гордиться, что в Украине, в Киеве, есть такой предприниматель, предприятие, застройщик, который делает все по закону, согласно документам, наоборот покажите, что вот так нужно работать. Это должен быть как пример для всех. К сожалению, мы живем в нашей стране, где Кличко зарабатывает на таких предпринимателях. Кто захочет туда инвестировать деньги? В Киев, в Украину? Да никто! Сейчас инвестиционный климат в Украине, в Киеве резко понижается из-за действий Кличко. А я хочу жить в развивающей стране. Хочу в процветающей стране жить. Чтобы мы в этом городе жили и горделись человеком, мэром, который у нас есть. Я категорически против мэра Кличко. И хочу, чтобы Зеленский обратил внимание на действия мэра и уволил его. Уволит мэра! Уволить мэра Уволить мэра Уволить мэра Гейтличка Гейтличка Вы меня уволите Вы меня уволите Добрый день всем Артур меня зовут Хотел вам сказать свое впечатление от того места где мы сейчас находимся Вот вы наверное все заметили кто был здесь месяц примерно назад или два месяца назад Я был здесь два месяца назад и полтора и в самый последний день когда здесь был еще Порошенко Вот там и с той стороны и с той стороны стояли минимум я насчитал 7 автобусов было с нацгвардейцами и двойной периметр прохода сюда Буквально последний день был президентство Порошенко Как только пришел Владимир Зеленский здесь все открыто и мы здесь с вами спокойно можем стоять это уже большой плюс То есть у нас уже пошло изменения позитивные Я очень надеюсь на это Что хотел сказать как пример о которой вы сейчас сказали буквально два примера могу привести у нас позавчера мы были с активом города и с активом Деснянского района и непосредственно Троещины есть такое озеро Алмазное на Троещине кто знает одно из самых больших что это уже там не было выехал выехал и выехал 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 Н osób уже около 20 лет, который making капитальную ремонт. Коллектив, который в 2002 году дал второе жизнь, Кинотеатру, Киев. На протяжении этих 20 лет трудовый коллектив Кинотеатра Киев сделал из этого заклада настоящий всеукраинский фестивальный центр. Все посольства, которые предоставлены в Украине, проводят фестивали в нашем Кинотеатре. В Кинотеатре проводят премьеры украинских фильмов, артхаусное кино. То есть это уникальный заклад, который находится в Украине. Но 7-го червня о 10-й ранку муниципальная охрана, которая подпорядкована нашему меру, захватила цю будильню о 10-й ранку. Все показы были скасованы. В 12-й године 7-го червня мали быть показы для детей. Приехали дети из интернатов. Все было скасовано. Вчера, 12-го червня, мав распечататься фестиваль швейцарского кино. Это все так же было скасовано. Наразі коллектив Кинотеатра в будильню не пускают. Муниципальная охрана в кількості десь до 50-ти осіб захватила цю будильню, забарикадировалася, и нас на работу не пускают. Тому я обратился до президента так же, чтобы обратиться на это внимание. Потому что Кинотеатр Киев это, как сказали, насправдя жемчужина, но это фестивальный центр, который работал для киян, гостей города. И очень прикро, что с таким закладом можно так поступить. Просто рейдерски его захопить. Я хотел бы попросить Владимира Александровича, давайте исполним то, что вы играли в наших ролях. О коррупции, какие деньги отбывались, что творили они, то вы требовали тогда во время фильмов этих, которые мы снимались, от тех олигархов, которые творили чудеса. Прошу, пожалуйста, пусть исполнится это в законе, и чтобы вы были достойным президентом. Пожалуйста, Владимир Александрович, прошу вас от чистого сердца, не только от себя, и от всего этого народа, обратите внимание на них. И прошу вас, как от людей, которые снимаются вместе со мной, от актеров, актеров массовых сцен. Пусть наша Украина процветает, и Киев будет стабильный, и красавец. Спасибо. Ну, всем добрый день. Я так думаю, мне представляться не надо, или кто... Я вам даю час, но я лишь починялся злит, когда никто не пили на все так и шоу. И шоу с вами, высокоболек, за дубоги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok